Поражение чемпиона Это я с нами не в футболе. Здравствуйте! Витен Столица именно этот матч стоял на неделе особняком. Ни секунды не думая, мы отправились в Оршу и получили на выходе качественную встречу с интригой, нервом и девятью забитыми мячами. Смотрим репортаж. Перерыв матча Витен Столица. Команды уходят в под трибунку при счете 1-3. Аршанцы горят абсолютно по делу. Олег Горбенко, несмотря на перевес, заряжает партнеров. Давай, 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 давай. Дмитрий Комека прекрасно понимает, после антракта все может поменяться. Такое со столицей случалось не раз даже в этом сезоне. С удержанием преимущества у команды есть проблема. В это же время на площадке председатель наблюдательного совета Витена Константин Путило активно спорит с рефери. Рядом с Судейской мы поняли, о чем конкретно идет речь. Не, ну как так? Это ж игра такая. А он у тебя я не видел. Как ты не видел? Что бывает? Бывает, да, первое из по городу пускай бывает, но не республика. Когда первая и третья команда играет. Фамилии его мне придешь, я его вычеркну совсем здесь. Вот сиди, где судить не будет. Ты понял меня? Ты понял меня, Леша? Столица в первом тайме выглядит шикарно. У ворот Максима Лысенко моменты создаются постоянно. Да, Витен отвечает, но, кажется, чувствует себя несколько скованно. Да странно, вообще начали неплохо. Первая смена, первого тайма. Потом трейсинг вообще не получался у нас. То, что мы наигрывали всю неделю, у нас вообще ничего не получилось. То ли не донесли, то ли что. С разницей в 4 минуты за столицу отличаются Ольшевский и Малышка. 2-0. Еще не критично для Витена, но такой заявки здешние болельщики точно не ожидали. В белорусском чемпионате аршанцам не часто приходится отыгрываться. Поэтому увидеть Витен в амплуа догоняющего было крайне любопытно. Тем более на кону была длительная серия без поражений. Уже об этом не думаем. Сегодня вообще никто не думал о результате. Может, в плане психологии нам было легче. У нас есть хороший запас очков. Все-таки столичкам нужно было побеждать, чтобы, наверное, за вторую двоечку, ну, за второе место они будут бороться с ОРЗ. Ну что, давай, может, это. Два пошли сюда. Лучше покажем. Давай, давай. Начали. Команды достаточно часто фалят. Это сыграло свою роль и в первом тайме, и забегая вперед, скажем. Второй не стал исключением. Столица первой схватила шесть фаллов. Рось не часто промахивается с этой точки, но в этот день промахнулся. Шанс реабилитироваться представился тут же. Снова Роси мяча, но на этот раз украинец точен. Но, надо отметить, Рось в первом тайме выглядел несколько растерянно. Именно его ошибка привела к третьему голу столицы. Ко второму тайму фан-секторы команд подходят по-разному. Хозяева выглядят более заряженными. Гости наоборот. Возможно, они понимают, что в этой игре все может еще поменяться. Первый ход делает Рось, как бы извиняясь перед командой за обрезку в первом тайме. Сразу же отличаются. Столица отвечает красиво. Удар-жигалка и шикарное завершение. Владимир потихоньку набирает форму. Интересуемся у Камека, насколько заметен прогресс. В принципе, старается, выходит потихоньку на свой уровень. Есть нюансы. Молодец. Как лидер в раздевалке, он всегда поддерживает ребят. Лишь физические кондиции должны ему быстрее, если они будут набираться. Но красивые голы на этом не завершились. Аршанцы пошли вперед всей командой. На чужой половине находился даже Максим Лысенко. Все это привело к голу Павла Роговика. Эффектная подсечка. Ну а дальше случился, пожалуй, ключевой момент игры. Роговика на скорости врывается в штрафную столицы, но рукой его останавливает Тарас Каролишин. На повторе точно нельзя сказать, насколько существенным был контакт. Но основания для желтой у судьи точно были. Для Каролишина она стала второй. Столица предстояло играть в меньшинстве. Удаление удалили, значит, нужно уметь оборонить. Уже после розыгрыша этого штрафного аршанцы могли сравнивать счет. Но сделали это в итоге несколько позже. Сразу забил Артем Ройс, а через 10 секунд Юрий Робыко оформил пятый гол. Жалко без овертаймов здесь, да, все будет в любом случае за 20 минут. Чисто игра урешится, а здесь Робыко и пять-четыре. Дмитрий Камека как мог заводил команду, но после такого потрясения восстановиться крайне сложно. Виттен мог забивать и шестой, но Лысенко с своей половины попал в штангу. Итоговый счет 5-4 в пользу Виттена. После матча с судьями спорит уже Камека, рядом с ним Королишин. Даже во время интервью главный тренер столицы продолжает спорить, но не с нами. Для столицы эта неделя явно неудачная. Ничья в Борисове, поражение в Орше, в двух этих матчах команда должна была побеждать. Но похоже, вторая позиция в регулярке останется за ВРЗ. Виттен без единой потери очков идет первым. Субтитры создавал DimaTorzok